Два Артёма, большой и маленький, но оба участники будущего велопробега. Сейчас они тренируются, чтобы достойно отстоять честь своего детдома. Ребята активно готовятся к этому мероприятию. Старший Артём, как старший брат, во всём поддерживает Артёма-младшего и даже иногда отстаивает его права. Вставай, подерживайся. Он не задел. До детдома Артём рос в семье с тремя братьями. Они научили младшего брата главному, как считает сам Артём. В футбол научили играть и за себя постоять. Артём не понаслышке знаком с братской поддержкой, и к младшим ребятам он относится так же. Всегда подскажет, всегда поможет. Объяснить, позвать, играть в мяч, пинать, чтобы не ходить, не курить, не пить. Занимаюсь спортом, футболом. Сейчас работаю. Хочу отучиться на сварщиках, если возьмут. Потом работу хорошую найти, дом построить, с ним завести. У Артёма есть хорошая поддержка. Это его девушка Анжела. А вот неудачи Артём привык сам решать. Я ей такое не говорю никогда. Не убежал. А считать? Давайте на партию кинем. Пока у парня есть время, ребята предпочитают провести его вместе. Вот и в спортзал. Тоже вместе. Теннис, говорит Артём, это её стихия. Она лучше меня играет. Его страсть – это футбол и велосипед. Поэтому, когда предложили поучаствовать в велопробеге, согласился без раздумья. Опыт прошлого велопробега поможет в этот раз уверенно преодолеть трассу, отстояв честь своего детдома. Артём-младший следит внимательно за тем, что ему подсказывают. Ему тоже предстоит пройти велопробег наравне со всеми. Поэтому нужно всё узнать как можно подробнее. Хотя он признался, что тоже очень любит заниматься спортом, но кроме энергичных занятий у него есть и другие увлечения. Но всё же рисование – это отдельная страсть Артёма. Он влекается аниме. Уже сейчас он со своим другом придумывает новых персонажей и даже пытается их визуализировать. Это мы рисовали с другом, это был урок рисования. Мы вообще рисовать не хотели, но увидели рисунок, получается, тоже аниме, и мы решили так же придумывать чем-нибудь на подобии своего. Это мы придумывали, эти два мы срисовали с плаката. Хотели, но типа мультфильм сделать, знаете, берёшь вот так вот листы и вот так делаешь на подобии мультика. Мы пытались сделать, не получалось. Сейчас самое главное – пройти трассу на велопробеге, не хуже старших. Это ведь интересно, говорит Артём. Крутим педали, быстро выставим, чтобы прийти первым. Ну, если там будет типа состязание. Вообще, как бы ещё и места, ну, как бы на чём-нибудь, ну, спуститься с парашюта, либо забрать на гору, на велосипеде, на мотоцикле, чем-нибудь таком. Ну, вот, наверное, там будут, ну, всякие препятствия будем проходить на этом велике. Ну, наверное, там ещё будем путешествовать по городам. Ну, будем это ещё, ну, как это, ну, вот, памятники. Я чё, как бы, ну, их мало знаю, вот, ещё узнаю побольше. Всё равно, когда им пригодится. Ребята готовы к заезду, но вот велосипедной техники на всех участников может и не хватить. Поэтому мы просим помощи у вас, дорогие зрители. Защитные шлемы на локотнике и на коленнике тоже пригодятся. Докажем вместе, что чужих детей не бывает. И поможем им отправиться в большое путешествие. Ведь для многих оно станет первым в жизни. При поддержке Красцветмета Продолжение следует...